Приветствую вас. Давайте мы с вами попробуем представить себе, что конфликта между вами никакого нет. Вообще нет. То есть, как вы и написали, что меня все устраивает, никаких с молодым человеком нет, кроме вот этой вот. Все хорошо. Давайте представим себе так. Ага, молодой человек подарил вам собаку. Вы переехали в свою квартиру, и теперь он против, чтобы собака жила с вами. Хочет, чтобы она была с вами, но жила отдельно, в другом месте. Да? Смотрите. Что-то молодого человека перестало устраивать. Вот если отдельно посмотреть на ситуацию, если объективно на ситуацию посмотреть, то молодого человека что-то перестало устраивать в собаке. И все. И вам для решения конфликта, если вы хотите его решить, нужно всего лишь навсего понять, что именно молодому человеку не нравится в контексте собаки. Собаке и вашей квартире. Что его не устраивает. Понимаете? Вы не написали этого. Ничего. Да, молодой человек подарил на ДР собаку. Понятно. Молодец. Вы начали жить вместе. Вы молодцы. Переехали в свою квартиру. Зазъемную. Тоже молодцы. Теперь молодой человек против, чтобы собака жила с вами. Против. Почему? Какие у него аргументы? Понимаете? Вот. Вы против, потому что собака это не игрушка. Нам и так далее. Да? В принципе, правильно. Получая позиция верна. Но. Нужно понять, что молодого человека не устраивает. Нужно понять, чего молодой человек хочет. Нужно понять, какие у него вообще потребности. Ну, может быть, ему что-то нужно. Может быть, его что-то беспокоит. Может быть, он чего-то боится. Может быть, он где-то в чем-то видит угрозу. Понимаете? Вот. И тогда вам нужно ему показать, что этой угрозы нет. Понимаете? Вот. Вот так. Вся тонкость в том, чтобы именно об этом разговаривать. Да? Вот. Вся тонкость в том, чтобы именно об этом поговорить. Что его не устраивает. Почему его не устраивает. Не устраивает. В чем он видит агрессию. В чем он видит угрозу. В чем он видит ущемление, так скажем, своих прав, своих интересов и так далее. Вот. Вот это, пожалуй, самое такое правильное. Вот. Если вы хотите, эту ситуацию именно разрешите. Вы о ней ничего не пишите. Об этой ситуации в целом. В целом. Да? Что молодого человека конкретно его не устраивает. Вот. Узнаете, что его не устраивает. Узнаете, что ему, там, например, ну, не по душе, например. Узнаете, в чем он видит угрозу. Попробуйте эту угрозу, значит, как-то нейтрализовать. И если нейтрализуете, и если молодой человек все равно после этого будет хотеть, чтобы собака не была с вами, не жила с вами. Если все равно после этого все равно будет этого желать. Это означает, что человек идет на принцип. А если человек идет на принцип, то это означает, что он на принцип может отойти везде. Не только в отношениях с собакой, но и где-нибудь еще, где угодно в принципе. По большому счету. И это уже как бы характеристика молодого человека. Характеристика его самого. Поэтому понятно, что у вас хорошие отношения, но молодой человек вот так вот себя проявляет. И будем говорить прямо, что проявление это не самое приятное. Вот. Надеюсь, вы понимаете. Значит, да, это необдуманный поступок с его стороны, безусловно. Но с другой стороны, как бы молодой человек вас любит, и он подарил вам собаку. А теперь он... Вообще, почему молодой человек решает, как вам поступать с вашим подарком? Вот что интересно. Он же вам подарил собаку. Она ваша. Теперь он ее хочет у вас забрать. На каком основании? Если он вам ее подарил, это ваша собственность. Как бы. Как бы. И... Он не имеет морального права. Да и какого-либо другого. Указывает вам, как себя... Ну, как вам распоряжаться подарком. Вот. Знаете? Поэтому... С этой стороны тоже подумайте обязательно. Еще. То есть, вы понимаете, вы пытаетесь исходить из неких таких ключевых моментов. То есть, как правильно, как должно быть, как вы говорите вы, как вы считаете, да? То есть, как правильно. Но проблема в том, что молодому человеку это не интересно. То есть, по большому счету, людям плевать на то, значит, что правильно, а что нет. По большому счету, людям на это плевать. Если затронуты их интересы. А интересы молодого человека, они явно затронуты. Ну вот, сейчас, если говорить, да? И поэтому бесполезно с ним разговаривать в той позиции, что вот, так нельзя, там, как бы, это неправильно и так далее. Бесполезно. Это ничего не даст. Это ничего не даст вам, это ничего не даст ему. Вот. Вам надо постараться понять именно, чего молодой человек хочет. Чего он этим пытается добиться. Вот. Либо, я не знаю, он ревнует вас к собаке. То есть, что вы много внимания ей уделяете. Ну, все, конечно. Но, тем не менее. Либо она ему какой-то дискомфорт причиняет. Что уже так. Более, более реально. Что уже так вот, знаете, ну, более приближено к реальности, на мой взгляд. Вот. Понимаете? Какая штука. То есть, ну, не понять, чего молодой человек хочет. Что за этим стоит. И исправить это. Либо не исправить. То есть, если молодой человек идет на принцип, то этого не исправить. Объективно никак. Так. Вот. Вот. И вот тут уже, конечно, решать вам. То есть, если молодой человек вот так вот себя ведет, значит, он будет себя, ну, скорее всего, вести так и в чем-то еще. Ну, и вам уже делать выводы из этой ситуации. Я не говорю его бросать, безусловно, но подумать однозначно стоит о том, что это вообще за отношение к вам, к тому, что он вам дарит, к тому, что он вам теперь указывает, как вам обращаться с этим подарком. Вот. Это же вам еще. Ну, надо же вам понять, что молодому человеку не нравится. И постараться это исправить. Хотя бы, хотя бы для, ну, для очистки совести своей, чтобы вы были спокойны. Вот. Безусловно, собаке будет очень тяжело, потому что они привязываются к людям. Они привязываются к людям. В вольере ей будет нереально. Вот. Она будет страдать, она будет мучиться. Тут вы правы. Однозначно. Естественно, что отношение важнее собаке, да. Но, вы поймите, если молодой человек может поступить так по отношению к живому существу, да, то он же может так поступить и по отношению к вам. Ну, вот так вот. Пока ему, не знаю, пока ему как-то, ну, выгодно, да, он вот делает то, что делает. А перестанет ему быть выгодно, как вот с собакой. И все. Ну, вы же понимаете, что так нельзя. Поэтому я не говорю, что эту ситуацию нужно брать, знаете, как, ну, как решающую, да, то есть, вот. Она, эта ситуация решает, будем ли мы там вместе или нет. Вот. Я не говорю о том. Не говорю о том. Нет. Но понять, понять нужно, что вам сейчас важно показать человеку, что вы готовы понять то, что его беспокоит. и готовы постараться, постараться ему это дать. Исправить, поменять там, как-то вот. да. Да. Но. Так же и дать понять, что вы хотите, чтобы он прислушивался и к вам. Так же. Чтобы он понял, что для вас это важно, что вы, как бы, можете, да, вы можете, там, согласиться с ним. Но потом, вы будете себя корить за это. Вот. И хочет ли этого мужчина ваш, вот в чем вопрос. Ну, какой, на мой взгляд, самый важный. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались наполнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.